Смейный капитал, круглая дата и общественные обсуждения. В Беларуси продолжают работу диалоговой площадки, что интересует горожан. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Квартирный вопрос, специальная маркировка и дополнительный бонус. Назван список товаров, которые теперь можно купить с 10-процентной скидкой. Кому она доступна? От первой покрышки до мировой известности. Белшин отмечает 50-летний юбилей. Крепкого им здоровья, благополучия и самое главное, хорошего всегда настроения. Чего достигло предприятие за полувековую историю. Проверка на прочность. Спасатели напоминают, какую опасность несут перепады температуры. Что не стоит забывать. Крайне важно, собственно, уделять внимание еще и детям, не отпускать их в одиночку гулять. Цена маленькой жизни. В Могилевской области проходят акции «Рождественские дни без абортов». Как избежать роковую ошибку? Каждая женщина должна взвесить перед тем, как сделать такой выбор и совершить такой грех. Невидимые специалисты. Ледовары отмечают свой профессиональный праздник. 15 минут нам дается на подготовку льда. Порядка 8-9 минут заливка. Остальное время лед должен замерзнуть. Чем занимается айсмейкер? Японская непогода, вторая жизнь и рекордная инфляция. В Америке отмечен небывалый рост цен за последние 40 лет. Какие причины? На них может положиться страна. Александр Лукашенко наградил лауреатов премии за духовное возрождение и спецпремии главы государства. Каждый год в рождественские праздники проходит одна из самых добрых в президентском календаре церемония. Отмечаются заслуги людей, которые проявили себя в минувшем году, восхищались своим милосердием и самоотверженным трудом. Это ученые, военные, медики, педагоги, музыканты, священнослужители, спортсмены. В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. Все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Время показало, что наше молодое, суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы. Традиционно президент награждает и тех, кому покорился спортивный Олимп. Среди лауреатов и бобруйчане – плавец Игорь Бокий и тренер по вольной борьбе Артур Зайцев. Полвека, как одно мгновение, Белшин отмечает 50-летний юбилей. А за это время предприятие стало одним из крупнейших производителей шин. Сейчас здесь трудится 7,5 тысяч человек. Промгигант повлиял не только на развитие города, но и всей страны. О жизни на заводе Карина Гуревич. Мы находимся здесь, в главном здании Белшины. Тут же расположен музей. Его особенность – детальная модель предприятия один к тысяче. Четыре завода, административные здания и вспомогательные объекты. Общая площадь – 173 гектара. Но так было не всегда. Решение о строительстве комбината в Бобруйске принимают в 1965-м. Спустя шесть лет появляется первая белорусская шина. 75-й ознаменовывается выпуском юбилейной миллионной покрышки. Здесь же приступают к серийному производству обувки для тракторов. А в 1994-м начинается модернизация. Благодаря новому оборудованию выпускают до 150 тысяч сельскохозяйственных шин в год. В 2002-м предприятие получает свое современное название. В 2007-м открывается собственная сеть в России. А в следующем году – торговый дом в Сингапуре. В 2018-м гостей встречает музей Белшины. Александр Гайшун застал лишь часть полувековой истории. Но и это немало. На промгиганте он уже 27 лет. Мужчина признается, за это время изменилось многое. Появились современные станки и техника. Практически все делают машины. Задача специалистов – контролировать процесс. Наш герой вместе с коллегами празднует 50-летие Белшины. В зале также руководство и ветераны. Все люди, в чьей жизни комбинат сыграл немалую роль. Администрация города во главе с Александром Студневым поздравляет юбиляра. Награждают больше полусотни человек – тех, кто добросовестно трудится на благо предприятия. Для них грамоты, цветы и, конечно, подарки, в том числе музыкальные. Праздничное настроение создают звездные ведущие и именитые коллективы. 50 лет – это дата, которая вписана в историю города. Уверен, что их талант, их способность так трудиться всегда пойдет на благо нашему замечательному городу. Огромное слава благодарности за их труд, крепкого им здоровья, благополучия и, самое главное, хорошего всегда настроения. Сегодня предприятие – одно из крупнейших производителей в мире, которое выпускает более 350 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электрокаров, автобусов, тракторов и сельхозтехники. Промгигант поддерживает экспортные отношения более чем с 40 странами. Комбинат носит статус городообразующего. Здесь работают более 7 тысяч человек. Отдельное достоинство компании – завод сверхкрупногабаритных шин. Тут создают резину с посадочным диаметром до 63 дюймов. В каждой хватит материала, чтобы обуть свыше 500 легковушек. Их используют самые большие карьерные самосвалы, масса которых больше 800 тонн. Дай бог, чтобы у предприятия и впредь не терялся темп развития, не терялся темп инвестиций, создания новых производств. Дай бог вам безаварийной работы и высоких показателей во всех сферах деятельности предприятия. В истории Белшины много значимых событий и особенно людей. Среди них и Леонид Рубинштейн. Почетный гражданин Бобруйска стоял у истоков предприятия. При создании шинного комбината его назначили начальником строящегося электроцеха. Через несколько лет заместителем главного энергетика. Потом опять повышение. Леонид Аронович, участник выпуска первой шины, к юбилею поэт написал книгу «Утро завода». Я пишу обо всех людях, с которыми приходилось работать, потому что забывать этих людей нельзя. Должны знать люди, кто, не жалея ни времени, ни своего здоровья, отдавал для того, чтобы в Бобруйске была рождена шина. На страницах сборника автор делится воспоминаниями о всех людях, причастных к досрочному запуску завода крупногабаритных шин. Заканчивается книга стихотворением «Я утверждаю жизнь». К сожалению, издать свое творение автор так и не успел. Леонид Рубинштейн ушел из жизни 16 июля 2021. Однако семья писателя осуществила его мечту. 1 ноября «Утро завода» подписали в тираж. Книга, как и ее автор, заслуживает особое место в истории Белшины. Теперь издание, часть музея, предприятие и даже города. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Дополнительная скидка, длинные выходные и французский сыр. В стране появится уникальное производство. Когда? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси изменился размер семейного капитала. Теперь сумма составляет 25 995 рублей. Эти деньги начисляются на депозит при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей. На начало года было открыто свыше 108 тысяч таких счетов. Средства целевые. Их можно тратить на улучшение жилищных условий, получение образования и лечения. При строительстве нового жилья государство продолжит использовать в качестве ценового ориентира размер средней зарплаты в экономике. К ней будет привязана стоимость одного квадратного метра, возводимого с господдержкой для нуждающихся очередников. В ноябре 2021-го это были 1476 рублей. С марта вводится маркировка на некоторые товары легкой промышленности. Каждый потребитель сможет самостоятельно сопоставить сведения, указанные, например, на пальто или куртке, с теми, которые содержатся в информационной системе. Все это направлено на обеспечение качества и безопасности продукции. Назван список товаров со скидкой для социально уязвимых белорусов. В перечень вошли 29 позиций. Крупы, курица, мясо, овощи, фрукты, хлеб, макароны, молочка, сахар, консервы. Бонус действует для пенсионеров, многодетных и тех, чей доход в месяц меньше 280 рублей. Инициативу правительства поддержали 16 представителей ритейла. В стране начнут производить цирком «Амбир». Изготовлением займутся на Молодечнинском молочном заводе. Первую партию планируют выпустить в начале 2023-го. Общее финансирование по проекту составит более 12 миллионов рублей. Ожидается, что в сутки будут делать до трех тонн продукта. Сыр станет востребованным как в Беларуси, так и России. Ближайшие длинные выходные ждут белорусов уже в марте. Так отдыхать придется сразу четыре дня – 5, 6, 7 и 8 числа. В понедельник необходимо будет отработать субботу 12-го. Следующие изменения ожидаются на Радонесу. Нерабочие – 30 апреля, 1, 2 и 3 мая, а также с 7 по 9. Далее дополнительный уикенд будет осенью с 5 по 7 ноября. Сухим не выйти. На водоемах Бавруйска образовался первый лед. Сотрудники МЧС напоминают – он опасен для жизни. Все дело в перепаде температуры. Наша съемочная группа провела проверку на прочность. С приходом холодов на лед выбираются и любители зимней рыбалки. Однако первые морозы – не лучший повод для увлечения. В середине недели температура упала до минус 20, а уже сегодня градусник показал всего один ниже нуля. МЧС и освод отправляются на водоемы. Когда лед толстый, тонкий, как проверяете? Ну, проверяется по походе. Минус есть, значит, можно выходить. Если пару дней постояло, ну, до этого недели, и пару дней, минус 10 всего, лед уже от 7 до 10 сантиметров. Как лед проверяете? Ну, как вам сказать? Если рыбаки ходят часто, значит, я могу выйти на лед, а так нет. А ребенок с вами ловит? Ну, пытается, пробовал, и в том году пробовал, и в этом. Ну, интересно. Не боится? Нет. Если папа идет, значит, и ребенок идет. Кажется очевидным, чем холоднее, тем надежнее водное покрытие. Но это не совсем так. Лед расширяется от тепла и сжимается от мороза. От резких перепадов температуры он не успевает адаптироваться к изменениям и трескается. Плюс выходить на замерзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Если поверхность оказалась слишком тонкой, нужно возвращаться на берег, пока лед не начал трещать. Двигаться следует по своим же следам, скользящими шагами лучше не торопиться. В Бобруйске сезон у сотрудников МЧС открылся еще в декабре. Из озера Винницкое спасли 35-летнего жителя деревни Ковали. Экстремал решил, что одного морозного дня достаточно для того, чтобы лед окреп. Не меньше беда дети. Буквально в конце декабря в Полоцком районе утонули два ребенка. Один из мальчиков решил проверить толщину покрытия, а другой помчался его спасать. Крайне важно, собственно, уделять внимание еще и детям, не отпускать их в одиночку гулять и рассказывать о том, что баловство на водоемах, в том числе и на льду, может закончиться трагично. Ситуация на воде под присмотром освод круглый год. Зима не исключение. На спасательных станциях Бобруйска ведется мониторинг прибрежной зоны. Как днем, так и ночью реагируют и на вызовы. У нас в городе работают три спасательных станции с постоянным нахождением на них дежурных смен. Это матрос, это моторист и это водолаз. В зимнее время чаще всего еще есть водолаз-дублер, потому что водолаз один не может работать. Замерзшими сейчас можно увидеть большинство водоемов. Однако температура за окном не обещает стабильных морозов, а значит, лед не будет отличаться толщиной и прочностью. Чтобы не стать частью зимнего улова спасателей, смотрите прогноз и соблюдайте правила безопасности. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Самое время определить будущее Беларуси. В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Среди спикеров глава администрации Ленинского района и депутат Палаты представителей. В зале 60 сотрудников Фондока. От руководителей до простых рабочих. Здесь подробно остановились на том, что предлагается нового в проекте основного закона страны. Для меня лично обсуждение Конституции – это моя сегодня и должностная обязанность, и моральная обязанность – донести людям, чтобы каждый человек мог найти время, перепустить через себя, еще раз осмыслить, прийти и сделать свой выбор. По изменениям и дополнениям в Конституцию от беларусов поступило свыше 5000 откликов. Все предложения ежедневно анализирует Центр правовой информации. Чаще всего жители интересуются статьями, которые связаны с социальной политикой государства. Референдум может состояться во второй половине февраля. Шанс на жизнь. Центр поддержки семьи, материнства и детства покрова в следующем юбилейном году планирует перешагнуть рубеж в 700 спасенных от аборта малышей. Для этого в государстве делается немало. Каждой будущей маме дают время подумать. После на помощь приходят психологи. Татьяна Горбач о тех, кто сделал выбор в пользу счастья. Маленькая Машенька, которая всего полтора годика, из тех детей, которые могли бы не родиться. Это страшное слово – аборт. На тот момент беременность не входила в планы Екатерины Ковалевской. Учеба в университете, проблемы с супругом, на руках пятилетняя дочка. Не совершить роковую ошибку помогли добрые люди из православного центра. Уже сейчас мама называет малышку самой большой победой в жизни. Каждая женщина должна понимать, что ребенок – не какая-то преграда для целей и задач в жизни. А также, я думаю, что каждая женщина должна взвесить перед тем, как сделать такой выбор и совершить такой грех. Потому что все считают, что да, это еще не состоявшийся ребенок, но по сути ты уже убиваешь живого ребенка. Живого ребенка в себе. И как бы там ни относились люди к этому, но я скажу, 10 раз подумайте перед тем, как это совершить. Женщинам, которые отказались от аборта, в центре покрова помогают не только словом, но и делом, как в случае с Диной Лысенко. Она тоже совершенно не была готова ко второму ребенку. Сама сирота, крохотная комната в общежитии, за которую она задолжала, и частые ссоры с мужем. И если бы не сердечное участие небезразличных, голубоглазый красавец Рома на свет мог и не появиться. Они мне помогли погасить весь долг. Были проблемы с едой тоже. Они приносили, помогали. Я приходила, они мне помогали едой, баулами давали. Помогали памперсами, ребенку одеждой. Я очень рада, что я оставила ребенка. У меня очень рада доченька, что у нее есть брать. Сделать осознанный выбор в пользу жизни женщинам помогает Слово Божье и психологическая поддержка специалистов центра. Каждой будущей маме здесь индивидуальный подход. Если заповедь неубий неотрезвляет, на помощь приходят тактильные ощущения. С помощью таких вот моделей, а это эмбрион на 12-й неделе развития, женщин, которые сомневаются, оставить малыша или нет, призывают к разному. Будущей маме предлагают взять в руки эту кроху и принять правильное решение. Мамочек сопровождают и после родов. Помогают им встать на ноги. Если женщину выгоняют из дома родители или муж, она может пожить с малышом или в ожидании ребенка в приюте, который расположен в здании центра. Каждый год такой возможностью пользуются около 20 человек. У нас есть вещевой склад, памперсы, питание. Иногда в некоторых ситуациях мы помогаем делать косметические ремонты в комнатах у женщин. При помощи нашего Бобруйского госполкома получают женщины комнаты в общежитиях, и мы эти комнаты благоустраиваем. Мы проживаем эту жизнь вместе с нашими женщинами, с нашими подопечными, потому что нет ничего на самом деле дороже материнства. И из опыта нашей работы, общения потом с мамочками, ни одна женщина, сохранившая беременность, не пожалела о том, что она родила ребенка. Центр проводит семинары для молодежи и взаимодействует с учреждениями здравоохранения восьми белорусских городах. В результате серьезной комплексной работы и тесного сотрудничества Бобруйского роддома, женской консультации и покровов за 9 лет от аборта спасен 671 малыш. В среднем 74 ребенка в год получают бесценный шанс на жизнь. С женщиной, которая обратилась за направлением на медицинский аборт, в первую очередь работает участковый акушер-кинеколог. Дается три дня тишины, и в это время подключается психолог. Только в 2021 год одна треть женщин приняла решение в пользу рождения малыша. Это новое счастье в семье. Несколько лет подряд по инициативе Центра Покрова в Могилевской области проходит акция «Рождественские дни без абортов». Искусственные прерывания беременности на сроки до 12 недель по желанию женщины не проводятся. В эти светочные дни будущим мамам дано время на размышления и осознание. Дети не приходят из ниоткуда. Дети приходят. От Бога. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Протестный ущерб, вторая жизнь и чудесное спасение. В Лос-Анджелесе полицейские вытащили мужчину из упавшего на ЖД пути самолета. Что с пилотом? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Рекордная инфляция в США. Такого обесценивания американской валюты не было 40 лет. Среди причин влияния коронавируса – сбои в цепочках поставок, нехватка товаров, но самая важная – стратегия локдаунов и ограничений. На этом фоне стремительно падает рейтинг президента. Сейчас ему доверяют чуть более 30% граждан. Разочарованы решениями Джо Байдена даже однопартийцы. УДКБ выводит миротворцев из Казахстана. К слову, силы не привлекались к оперативно-боевым действиям, а выполняли задачи по охране правительственных зданий, аэропортов и космодрова Байконур. За неделю массовых протестов и беспорядков в стране задержаны 10 тысяч человек. Общий ущерб – 240 миллионов долларов. Между тем, жизнь в Алматы постепенно возвращается в нормальное русло. Уже работают городские службы, рынки, магазины и аптеки. Сильные снегопады накрыли Японию. В некоторых районах страны за сутки выпало до 70 сантиметров осадков. Скорость ветра – до 40 метров в секунду. Из-за шторма оборвало линии электропередачи. Более тысячи домов остались без света. Отменили более 100 рейсов. Остановлено движение поездов. По словам метеорологов, такая погода вызвана низким давлением. В Лос-Анджелесе полицейские спасли летчика за несколько секунд до того, как воздушное судно протаранил поезд. Сообщается, легкомоторный самолет потерял тягу, после чего жестко приземлился на ЖД пути. Мужчину доставили в трампунт. Инцидент произошел вблизи местного аэропорта. Пользователи соцсетей назвали правоохранителей героями. В Европе окончание праздников ассоциируется с утилизацией елей. В Париже жители приносят их специальные пункты сбора. Символы Рождества повторно используют в качестве удобрения. В Лондоне благотворительная ферма предлагает забрать ненужные деревья за небольшую плату, чтобы отдать на корм животным. Все, что окажется не по вкусу рогатому скоту, измельчают и посыпают пешеходные дорожки в лесопарковой зоне. А теперь о людях, которые всегда остаются за кадром хоккейных матчей, но играют огромную роль в их подготовке. Речь идет о ледоварах. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. О залоге успешных соревнований и тренировок Ольга Васенда. Александр Латай освоил необычный труд ледовара 7 лет назад. В молодости получил среднее образование и водительские права. Этого оказалось достаточно. Как признается мужчина, опыт пришел со временем, а любовь к делу проявилась сразу же, несмотря на 12-часовой рабочий день. Сложность в том, что здесь очень много органов управления, в отличие от простой машины. Здесь и воду регулировать надо, и глубину подрезания, и писаться в поворотах нужно точно в линию. Иначе, если меньше, то получатся пробелы, а если больше, то больше кругов, а на хоккей это недопустимо. Айсмейкеры всегда остаются за кадром хоккейных матчей, но играют огромную роль в их подготовке. К залогу успешных соревнований и тренировок относятся не только навыки и таланты спортсменов, но и качество покрытия. Работают специалисты на ресурфейсерах. Их задача – строгать и заливать лед одновременно, чтобы поверхность была идеально ровной. Немаловажный фактор – толщина. Лед начинает готовиться после начала сезона. Вот это начинается его варка льда. То есть от намораживания плиты, первый начальный слой, до минус трех-четырех. Потом начинается набрасывание плиты, разбрызгивание, набрасывание воды. И потом доходим до порядка сантиметра льда. Потом наносится реклама, разметка. Это все повышает процесс варки льда. После машина уезжает с арены в специальный гараж. Температура там всегда выше одного градуса для предотвращения замерзания воды в баках. Снеги и ледяная крошка, собранные в резервуаре, сбрасываются в специальную яму. Там они тают, уходят в дренаж, затем фильтруются и используются повторно. Общая площадь арены – 1800 квадратных метров. Заливка нового льда занимает всего 8 минут. Оптимальная температура поверхности для хоккеистов – минус 7 градусов Цельсия. Для фигуристов – до 5 ниже нуля. Дата празднования определена не случайно, хотя и считается символической. Именно 16 января в начале прошлого столетия родился великий инженер Фрэнк Замбони, который прослыл в истории как изобретатель первого в мире специального комбайна. Поклонники первопроходца создали свой профильный праздник. Однако ледовары по сей день остаются в тени кулис и без оваций зрителей. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруиск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин